МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Шах и мат. В Рязани стартовал первый школьный шахматный фестиваль. Самбо – путь к успеху. В Манеже юность прошло первенство России среди юниоров. Занимайся спортом с молоду. Юные рязанские каратисты провели свой первый турнир. Самбо, несомненно, проверенный путь к успеху. В Манеже юность прошло первенство России среди юниоров. Самбо, иначе говоря, самозащита без оружия – это вид спортивной борьбы, в основе которого лежит комплекс наиболее эффективных приемов, применяемых в национальных видах борьбы. И, несомненно, можно сказать, что самбо – это наше отечественное уникальное изобретение, которое в итоге стало популярным во всем мире. А обязанным этим национальным приобретением Виктору Афанасьевичу Спиридонову в 20-х годах в спортивном обществе «Динамо», объединившем спортсменов-чекистов, пограничников и милиционеров, под его руководством начала работать секция по изучению приемов самозащиты. Данное направление было закрытым и предназначалось исключительно для подготовки спецподразделений, а в процессе в свет вышли три книги Спиридонова с грифом для служебного пользования, в которых он изложил основные принципы, созданные им системой самозащиты. С самого начала самбо развивалось в двух направлениях – как массовый вид спорта и как эффективные средства подготовки кадров для органов охраны и правопорядка. В 1938 году самбо было включено в единую всесоюзную спортивную классификацию, создана Всесоюзная федерация самбо. В 1966 году Международная любительская федерация борьбы «Фила» признала самбо международным видом спорта и организовала в своем составе самостоятельную комиссию самбо. В 1967 году в Риге состоялся первый международный турнир самбистов, в 1972 году – там же первый официальный чемпионат Европы, а в 1973 году – в Тагеране первый чемпионат мира, в котором участвовали борцы из 11 стран. С тех пор прошло немало времени, а самбо в России по-прежнему один из самых популярных и любимых видов спорта. И множеством по-настоящему великих спортсменов вправе гордиться земля русская. Да и наш город вырастил и воспитал немало настоящих борцов, которые, в каких бы соревнованиях ни участвовали, всегда показывают высший класс. Это неудивительно, ведь Рязанская область имеет значительный потенциал для развития самбо. Хорошую материально-техническую базу, сильные тренерские кадры, высокие спортивные достижения на соревнованиях международного и всероссийского уровня. На этой неделе наш город вновь оказался в эпицентре спортивных баталий. В Рязани прошло юниорское первенство России по борьбе самбо. И, как отметила министр спорта, это не только большая честь, но и прежде всего ответственность принимать российских спортсменов на Рязанской земле. Здесь у нас проходит первенство России среди юниоров, которые являются отборочными к первенству мира и к первенству Европы. Ребята, которые занимают первое-второе место, значит первое место, кто занимает, едет на первенство мира, кто занимает второе место, едет на первенство Европы. География обширная, от западных наших границ до Дальнего Востока, все регионы, где развивается борьба с самбо, все участвуют в этих мероприятиях. Соревнования проходили в манеже Юны. Спортивный флаг Рязанщины защищали 25 спортсменов. Спортивная планка турнира была высока. Победитель в каждой весовой категории получил путевку на юниорское первенство мира, второй призер на европейское первенство. Что касается организации турнира, все замечательно. Но у нас Рязань традиционно проводит соревнования на высоком уровне. Ну и надеемся, что как бы и не порадует своих зрителей, своих земляков и выступлением еще. Самбо – это наш национальный вид спорта, поэтому мы за наших, поэтому мы только развиваем наши виды спорта. А накануне в Минске проходили на состязание Кубка мира по самбо, по итогам которого представители Рязанской области стали обладателями медалей. Участниками турнира были спортсмены из 18 стран. На счету россиян 22 медали – 12 бронзовых, 5 серебряных и 5 золотых. Рязанцы принесли сборной России 5 наград – 2 золотые медали и 3 бронзовые. Лучшей в своей весовой категории была признана Олеся Волкова. В Минске у нас проходил этап Кубка мира по самбо. Я там заняла первое место в 72 килограмма. Ну да, трудно, потому что перед этим у меня был такой не особо удачный старт в Казахстане, и мне морально было тяжело настроиться. Но как-то все получилось, сложилось, и тяжело бороться. Борьба была тяжелая, да. Сейчас самбо в Рязани – это по-настоящему массовый вид спорта. В городских секциях регулярно тренируются около 3000 самбистов. А минувший год стал весьма успешным для рязанцев. Наши спортсмены 52 раза поднимались на пьедесталы, становясь победителями и призерами мировых, европейских и всероссийских чемпионатов и первенств. Было добыто 13 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовые медали. Каким станет этот год, конечно же, покажет время. А учитывая, что начало положено очень даже неплохое, а опыта и воли к победе нашим самбистам хватает слегкой, то можно не сомневаться, впереди немало спортивных побед. А самбо – действительно путь к успеху. И еще одно молодежное первенство прошло на неделе. Юные рязанские каратисты из региональной федерации стилевого каратэ провели свой первый турнир. В эти выходные юные рязанские каратисты разыграли медали первенства под эгитой Рязанской федерации стилевого каратэ. Спортсменов, вышедших в этот день на татами спортзала 46-й школы, набралось около 80 человек. По словам их учителя Рамиля Сакаева, ребята подошли в хорошей физической форме к своему первому ответственному турниру. Для региональной федерации стилевого каратэ, как и для ряда других российских организаций, развивающих это восточное боевое искусство, прошлый 2014 год стал поистине определяющим и знаковым. В сентябре после долгих лет разногласий разрозненные федерации каратэ сумели договориться и организовали Всероссийскую федерацию всестилевого каратэ. По новым недавно утвержденным правилам уже прошли несколько турниров в разных уголках страны. Стартующее в марте первенство Рязани также будет проходить по правилам Всероссийской федерации. Она объединяет очень много стилей, очень много новых направлений, которые даже я не знал, что они у нас так активно работают. Я думаю, что популярность она будет еще расти больше. Объединение различных направлений каратэ под эгидой Общероссийской федерации всестилевого каратэ, по мнению многих учителей и тренеров, безусловно, придаст импульс к развитию японского искусства по всей стране. Впрочем, в Рязани секция стилевого каратэ никогда не пустовала, ведь одним из ноу-хау рязанского сенсея Рамиля Сакаева является набор детей еще младшего школьного возраста. Занятия с такого раннего возраста позволяют развить юным каратистам необходимые бойцовские навыки скорость, ловкость, быстроту и уверенность в собственных силах. Поэтому и ребят, желающих встать на путь войны, прибавлялось с каждой учебной четвертью. В этом году мы набрали именно таких малышей, десадовских. И вот они сегодня выступают на соревнованиях, набрали очень много. Причем настолько такие детишки характерные и сильные. Несмотря на то, что сейчас идет эпидемия гриппа, очень много детей болеют, и школы закрыты. Эти дети один-два денька отлежались дома, и сегодня выступали. И удивительные даже результаты показывают, потому что эти детишки вот этого года, набора учебного, они очень-очень сильные. Чем тебя привлекает вот каратэ? То есть оно развивает твой характер, развивает тебе... Ты сильнее становишься, увереннее становишься. Вот чем тебе так нравится оно? Наверное, я становлюсь уверенней в себе. Я занимаюсь пять лет. Мне раньше нравилось только кота делать, исполнять. Но сейчас мне и кумите нравится, и кота нравится. Бросать я его не буду, буду заниматься. Дойду до черного пояса, буду еще больше знать. Больше опыта, таланта будет, буду сильнее. На самом деле я очень дружелюбная, поэтому я ни с кем дернируюсь. А каратэ – это для обороны, потому что на улице очень много плохих людей. Конечно, кому-то нравится делать формальные комплексы кота, кому-то участвовать в поединках кумите. Но цель у юных спортсменов одна – регулярно участвовать и побеждать на крупных турнирах. Благодаря массовому набору в секцию рязанские бойцы без медалей редко когда остаются. Да, каратэ заниматься очень много. Чем-то даже стало напоминать те начало 90-х годов, когда каратэ только у нас в Рязани вообще по России стало так вот хорошо распространяться. Сейчас очень много детей, судя по моим наблюдениям, детей занимаются по федерациям в Рязани очень много. Если мы, например, пропагандируем, придумываем шотокан, то родители себя уже выбирают, они смотрят, что единоборство – это красивый вид спорта. И тут также и другие виды. Да, каратэ становится таким интересным и массовым. Искусство каратэ – это обучение самообороне, развитие тела и духа, но также развитие в спортсмене чувства уважения к себе, своему учителю и окружающим людям. Только при таком подходе, считают мастера этого боевого искусства, последуют и высокие результаты на соревнованиях. Пока же впереди у рязанских каратистов первенство города, а затем в начале весны два крупных всероссийских турнира в Подмосковье. Впрочем, судя по настрою, очевидно, что рязанские ребята к покорению новых для себя вершин в спортивной карьере готовы. А теперь от спорта динамичного к спорту умственному, то есть к шахматам. На неделе стартовал первый школьный шахматный фестиваль. Несмотря на все трудности, прошедший детский турнир оказался масштабным и массовым. Организаторы в начале соревнований даже не знали, как разместить всех пришедших юных шахматистов. Как показал проходящий сейчас трехдневный школьный шахматный фестиваль, поклонники древней игры все-таки есть и в Рязани. Как известно, за последние годы число секций, где ребята могли обучиться основам шахматной стратегии, неуклонно сокращалось. И вместе с этим заметно уменьшилось и количество юных шахматистов. Поэтому, чтобы перебороть сложившуюся негативную тенденцию, известные рязанские шахматные тренеры организовали массовый детский турнир. Развивать шахматы решили такими фестивалями школьными. Мы сначала думали, что у нас будет где-то 50-60 человек. Не получилось. У нас больше сотни. Сейчас 120 имеется в наличии. Некуда сажать ребят. Мы думали, что у нас сначала будет одна школа, но у нас тут третья школа, вторая гимназия, пятая гимназия, 62-я школа. А с Московского района честно не помню, какая школа. В общем, очень большой интерес вызвал у ребят вот этот наш фестиваль. И мне хочется, так как это фестиваль первый, мне очень хочется, чтобы такие фестивали начали движение по Рязани, по Рязанской области. Из-за большого числа участников ребята играли фактически в Блиц. На партию каждому давалось по 15 минут. Первый школьный шахматный фестиваль состоялся в 34-й школе, так как у этого учебного заведения есть замечательные традиции по развитию интеллектуальной игры. В школе уже почти 30 лет работает секция, причем занимающихся раньше было так много, что из них полностью сформировали отдельный учебный класс. В общем, первый школьный шахматный фестиваль хоть и проходил на масленичной неделе, получился отнюдь никомым. Большое число участников, достаточно высокий уровень игры и зрительского интереса. Все эти факты позволяют надеяться, что юных поклонников шахмат уже в ближайшем будущем в нашем городе значительно прибавится. За прошедший год рязанские спортсмены удвоили количество завоеванных на различных соревнованиях медалей. Региональная министра молодежной политики, физкультуры и спорта Татьяна Пыжонкова на неделе подвела итоги успешного года. На этом ежегодном итоговом мероприятии поздравляли не только атлетов, но и спортивных журналистов. По итогам прошедшего года рязанские спортсмены завоевали 962 медали всероссийского, европейского и мирового уровней, что в два раза больше по сравнению с 2013 годом. Такие результаты озвучила министра молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. В ходе своего отчета она рассказала, что в регионе наметился рост количества занимающихся спортом людей. Почти четверть горожан регулярно укрепляет свое здоровье в спортивных залах, а почти 30 тысяч детей занимаются в спортшколах. Помимо этого в общеобразовательных школах и институтах ведется активная подготовка по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Уже проведено несколько фестивалей, после которых любителям физкультуры вручались значки отличников физподготовки. Также по сравнению с предыдущим годом возросло количество базовых олимпийских видов спорта с 5 до 15. Наиболее успешными признаны гребли на байдарках и каное, легкая атлетика и самбо. После официальной части отчета региональный министр спорта наградила тех, кто внес свой вклад в развитие спорта в нашем регионе. Я хочу сказать, что это наша общая победа, это наши общие успехи, это наша общая работа с вами, потому что у нас с вами есть одна большая, очень дружная, профессиональная команда. Спасибо вам большое за ту работу, которую каждый на своем месте проводит в учреждениях, в муниципалитетах, в профессиональных клубах. Вы все большие молодцы. Спасибо большое. Благодарственной грамотой был отмеченный коллектив редакции нашей спортивной программы «Второе дыхание». Обещаем, что и дальше не будем снижать планку, а напротив, собираемся рассказывать вам все самое интересное о выступлениях рязанских спортсменов и любителей физической культуры. В прошлые выходные после окончания Всемирной универсиады, проходившей в испанской Гранаде, домой вернулись российские спортсмены. Вернулись они с победой, заняв первое место в общекомандном медальном зачете. Исторической стала победа российских студентов в турнире по хоккею. Знаменательно то, что наша ледовая дружина была сформирована на базе хоккейного клуба «Рязань». И главным тренером сборной был главный тренер рязанской команды Вячеслав Уваев. Рязанские хоккеисты, напомню, уже оформили выход в плей-офф розыгрыша высшей хоккейной лиги. Пожелаем нашим парням успеха и побед. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова